Некоторые документы после того, как у нас проект завершился, удалось забрать на частное хранение. Знаменитая такая карта, о которой в интернете очень много говорят. Мы ее как раз сегодня впервые покажем. Это та знаменитая лоция, по которой якобы немецкие подводники проникали в те подлёдные области Антарктиды, где по приказу Гитлера начиная с 1939 года начали строить так называемую «Новую Швабию». Очень часто этот документ появляется в сети в связи с так называемой проблемой полой земли Леогарты. Это отдельный вопрос, потому что, в первую очередь, мне как журналисту интересно было проанализировать подлинность этого документа. Век современных технологий создать такую карту достаточно несложно и заставить бумагу. Но в любом документе всегда есть некоторые нюансы, которые позволяют определить достоверность с точки зрения той или иной степени вероятности. Первое, что меня вызвало сомнения, конечно, в этом документе, когда я начал его анализировать, это вот тут забавная такая циферка 400 метров. То есть для того, чтобы попасть в проход, который ведет к неким внутренним полостям в Антарктиде, подводная лодка немецкая должна была погрузиться примерно на 400 метров. Если возьмем технические параметры немецких лодок Второй мировой войны, у них предельная техническая глубина была примерно 250-300 метров максимум. То есть на 400 метрах ее уже начинало корежить, немножко подтапливать. Но есть определенные забавные нюансы, над которыми надо работать. Технические специалисты в области военно-морского флота подтвердили, что да, такое могло быть. На тот момент некоторые лодки, которые строились специально для спецконвоя фюрера, их называли, если меня не изменяет немножко вулигарным словом, корова, потому что это реально были такие здоровые лодки, предназначенные исключительно для средств техобеспечения, они имели, как и современные лодки, двойной корпус. И нашли мы забавную такую информацию в документах, что вот как раз прослойку между прочным и, так называемым, обычным корпусом заполняли спиртом. Я не знаю еще, как это можно просчитать с этой темой работы, но, возможно, вот именно за счет вот этого гидро какой-то вот изоляции как раз повышалась прочность корпуса. Почему спиртом, тоже надо выяснять. Вообще, интересно, вот синяя тетрадочка такая тут есть и некоторые другие документы. Там написано, что необходимо из Берлина, из других там областей прилежащих взять всю картошку, то есть из картошки банально гнали спирт для того, чтобы как раз обеспечивать эти лодки. В самом документе описывается непосредственно вся методика прохождения, перевод он есть, то есть все дифференты, на каком стадии прохождения нужно там дифферент взять на нос, где нужно взять дифферент на корму. И интересное совпадение, вот опять же, когда начинали анализировать, пройдя определенное количество километров, лодка попадает во внутреннюю полость, где можно всплыть. Полость достаточно большая. Начали когда примерно смотреть, очень похожие вот структуры, размеры этой полости на озеро Восток наше знаменитое, где последние 10 лет проводятся различные интересные исследования, где пытаются зачем-то досверлиться до поверхности. Не, ну, научная эта подоплека на понят для того, чтобы исследовать. Но как-то все время уходит в сторону вопрос о том, что в самой дальней оконечности озера Восток находится непонятно и не объяснено до сих пор учеными геомагнитная аномалия, про которую так иногда говорят, что за геомагнитная аномалия, тоже непонятно. Есть предположение, по документам не нашли, это чисто предположение, что возможно, если этот документ подлинный, будем говорить, если этот документ подлинный, естественно, нашим правительствам, нашими спецслужбами применялась, скорее всего, попытка попасть туда, вот в эти внутренние полости. Не факт, что это получилось. Возможно, либо не совсем правильные лодцы, либо на тот момент, когда мы уже могли это сделать, нужно понимать, что это Антарктика, это лед. То есть, профиль периодически меняется, климат теплеет. То есть, вполне возможно, что через даже десяток лет все вот эти лодцы, они стали неактуальны, потому что банально променялся по профилю прохода. Банально пошло теплое течение, сейчас везде идет потепление. Либо замыло, либо профиль заменился настолько, что не пройти. Соответственно, что сделать? Попытались пойти сверху. Самый простой способ. Это как вариант. Зачем это было нужно? Ну, давайте вспомним историю. Что сделал наш военно-морской флот сразу же после того, как мы победили во Второй мировой войне? Мы заняли область, которая сейчас называется базой Ново-Лазаревская. А раньше на Бате Ново-Лазаревской, в период, по-моему, с 1941 по 1945 год, располагалась как раз та немецкая база, которая должна была отвечать за создание так называемой новой шваби. Что наши там нашли, толком не известно. Но сейчас интересная информация такая ходит на многих аукционах и Сорби и прочих. Есть такой забавный лот, если кому-то удастся его найти. Это вот тот немецкий флажок, который разбросали немецкие летчики, когда столбили эту территорию. Было разбросано что-то порядка тысячи флажочков. И вот один такой флажочек на аукционе Сорби сейчас идет по лоту от одного миллиона долларов. Так что, если кто-то сможет найти. Будет очень интересно. Вторая часть документа тоже очень спорная, но, тем не менее, находит очень много подтверждений в трудах и древних историков, и философов, и вообще, скажем так, в общем мировой мифологии. Очень спорная часть. Долго мы над ней думали. Однозначного ответа до сих пор нет. Вот это вот два полушария, они изображают не какую-то гипотетическую придуманную Землю, а якобы это непосредственно карта той внутренней полой части земли, куда немцам удалось проникнуть. Даже вот здесь вот на одной из половинок нарисованы те базы, которые якобы немцы сумели уже создать. Так это или нет, сказать сложно, но вот к этой карте, а сделано их было, судя по тому, что вот написано в нижней части полторы тысячи экземпляров в лагере Дахау и, скорее всего, все, кто это все делали, очевидно, были уничтожены. Плюс еще интересные пометочки, тоже мы долго гадали, пока не встретили одного нашего заслуженного гидронавта Таврического. Человек очень известный, в свое время руководил подводными исследованиями еще во времена СССР. Мы сначала думали, что это даты, когда тают ледники. Он говорит, ребята, это же показаны приливы и отливы. То есть, вот эта лодца была еще сделана с учетом приливов и отливов. То есть, очевидно, либо там течения идут, либо изменяется, может быть, или давление, или происходят какие-то другие вещи. То есть, скорее всего, таких карт на каждую подводную лодку было несколько экземпляров. Потому что здесь даты фактически даны даже не на сезон, а на месяц. То есть, помесячно. То есть, они еще промеряли, когда идет отлив, когда идет прилив, когда там что-то происходит непонятное. То есть, не зная вот всех вот этих вот параметров, естественно, попасть туда крайне сложно. Мне вообще, честно говоря, даже непонятно, как немцы смогли, если они это сделали, пройти этот тоннель. Но интересно другое, что вообще вся вот эта вот тема с Антарктикой, с Новой Швабией и с полоземлей возникла у них довольно стихийно в 1937 году, после известной экспедиции Эмста Шефера, когда изначально ННР бы решила исследовать Тибет для того, чтобы поискать следы арийцев. Есть у меня этот фильм «Два с половиной часа». Там они измеряют головы этих самых тибетцев и проводят различные этнографические исследования. Так вот, именно после того, как немцы в 1937 году вернулись из Тибета, Эйн Шефер получил звание штурмофюрера СС и стал одним из руководителей подразделения ННР бы. Вот именно после этого немцы резко скачком пошли в Антарктиду. Что им там передали, пока неизвестно. У них тогда появились и карты, и вот эти вот схемы полой земли, и буквально уже получается в 1941-1942 году они имели полностью информацию о том, что находится внутри земли. Информация, конечно, с точки зрения современной геологии, физики, и вообще о представлениях о строении нашего планетарного тела. Абсолютно бредовое, фантастическое. Вот с этой картой удалось, скажем так, взять на длительное хранение интересную такую тетрадочку, которую ввел Обернст. К сожалению, немецкий не знаю, но какое-то высокое звание в Рихе. Вольф Вильгельм. Вильгельм Вольф. Тетрадочка датирована 10 марта 1940 года и описывает рекомендации и приказы фюрера. Да, тут даже приказ номер 8 от 10 января 1940 года. Рекомендации о том, как подбирать личный командный состав, ну и состав тех людей, которые должны работать, вот именно в этой антарктической подлёдной базе. Интересно, то есть, видимо, вот здесь уже описана вторая часть мероприятий. Видимо, первая часть была не очень дальше, но здесь написано, что есть русский перевод, что используя опыт прошлого подбора персонального состава, нужно исключить тех людей, у которых есть семьи, нужно провести определённую, скажем так, подготовительную работу и объяснить людям, что, скорее всего, они уезжают туда служить насовсем во имя Великого рейха и ради строительства нового государства. И самое интересное, что с этой тетрадочкой захватили её наши доблестные войска СМЕРШа в Берлине, в здании военно-морского флота Германии, с ней шли ещё две такие интересные фотографии. Причём, наоборот, на стороне одной из фотографий есть фамилии. То есть, в принципе, при желании можно по всем этим фамилиям провести дополнительное историческое расследование. Вот как раз тот вот товарищ Вольф, который вёл вот эту тетрадь и эти записи. Даже вот его, в принципе, почерком сделаны пометочки, кто здесь располагается. То есть, насколько я понимаю, вот именно вот эти люди, изображённые на этих фотографиях, как раз и занимались вопросами подготовки операции по созданию в Антарктиде вот той вот базы, которая в последующем стала отечественной Новолазаревской. Интересно, тетрадь, конечно, с немецкой педантичностью, в конце она прошита. Указано количество листочков, рисмарочка подклеена. То есть, всё-таки, очевидно, было сдано потом на хранение. Но, в итоге, попало вот в наши руки. Это все документы из, так называемой, папки Меркулова, которая сейчас очень так хорошо ходит по интернету. Ну, в интернет мы за пять лет опубликовали примерно процентов, наверное, 20-30 только из этой папки. Просто некоторые материалы, они не то, что вызывают споры, а, скажем так, очень сильно входят в противоречие современной истории. И, я думаю, нужно с ними сначала поработать, к минимуму прокомментировать перед тем, как выбрасывать такую информацию на голову людей. Играет музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...